Продолжение следует... Дальдатчанин по происхождению, но в 1896 году он эмигрировал в Америку. И именно на американский период приходится его главное пророчество и его главная общественная деятельность. А он был не только ясновидящим, но еще и известным общественным деятелем. Главным его детищем в общественной сфере стало созданное в 1909 году братство розенкрейцеров. И именно поэтому, думаю, он заслуживает самого пристального внимания с нашей стороны. Розенкрейцеры или рыцари розы и креста – это тема отдельного и очень большого разговора. И надеюсь, однажды он у нас состоится. Пока же скажу, что концепцию розенкрейцеров и их идеи очень ценил Иван Антонович Ефремов. Которого, пожалуй, вместе с его учениками, братьями Стругацкими, можно назвать главным популяризатором и, самое главное, самым успешным популяризатором ноосферного мировоззрения. Впрочем, прямых доказательств тому, что Иван Антонович ценил, идеи розы и крейцеров нет, но до косвенных более чем достаточно. И главное пророчество Макса Генделя очень тесно связано с одной из самых главных мыслей ноосферного мировоззрения. А именно с мыслью об эволюции человека, как биологического вида. Иван Ефремов писал об этом очень осторожно и только между строк, поскольку эта мысль находится в прямом противоречии с православием и в косвенном, с так называемым научным коммунизмом. Но вот братья Стругацкие раскрыли ее детально, и у них все, как ни странно, получилось. В Советском Союзе такие не запретили книги братьев Стругацких за мысль о странниках или люденах. Впрочем, они писали о них тоже очень осторожно и выдавали эту информацию более чем скупо. В своих книгах, можно сказать, они сообщали об этом раз в несколько лет по чайной ложке. Видимо, поэтому эта мысль проскочила через советскую цензуру. По Максу Гендалю, на стыке эпохи рыб, то есть эпохи христианства и эпохи Водолея, мир придет высочайше посвященный. Именно так он почему-то называет белого всадника Майтрея или великого гончара. И он не просто даст новую идеологию, которая, наконец, позволит устроить жизнь человечества разумно и справедливо. А он еще и даст человеку, как биологическому виду, мощный эволюционный толчок. В России, прежде всего на основе русского народа, возникнет новая раса людей, ну или сверхлюдей, как кому больше нравится. И они будут намного превосходить обычных людей во всем. Когда начнется эпоха Водолея, среди изотериков нет, где не на умни. Но большинство из них склоняется к тому, что она начнется в 20-х годах 21 века. То есть практически она уже началась. И мы здесь имеем полное совпадение с пророчествами других пророков о приходе белого всадника. Только от преобразования по Максу Генделю он произведет куда больше, чем полагают другие пророки. Он повлияет на человечество не только социально, но и биологически. И преимущество Максу Генделя здесь, что над Иваном Ефремовым даже, и что даже над братьями Стругацким, в том, что он говорил об этом совершенно открыто и подробно, а не раз в несколько лет по чайной ложке. Кстати, вот как он выглядел. Тема того, что вместо современного вида человека, гомосапиенца, человека разумного, или кроманьонца возникнет новый биологический вид и возникнет прежде всего на основе русской нации, конечно, ошарашивает. И, конечно, в корне противоречит, что христианству, что православию. Напоминаю, христианство официально запрещает эволюцию человека, поскольку человек уже венец творения. Только человек создан по образу и подобию Божьему. Ангелы и архангелы нет. Да вот только законы эволюции, что у христианства, что у православия, что у самого Господа Бога, вряд ли получится отменить. Индуизм, кстати, в отличие от христианства, это понимает. И учит, что каждый человек однажды способен превзойти самого Господа Бога, стать сильнее и лучше его. Но вот с позиций православия и христианства такая мысль кощунства. Но, к счастью, Макс Гендель уже жил в 19-м и 20-м веках, а не в средневековье. И он жил в Америке, а не в Советском Союзе. Именно поэтому он и смог, как говорится, выдать на гора эту крамульную мысль. И очень хорошо, что смог. Мысль, что человек, как биологический вид, должен совершенствоваться, безусловно, невероятно важна. Я долго думал, из какого ролика дать фрагмент о пророчествах Макса Генделя. И в конце концов остановился на ролике с канала «Осознание». Он самый нейтральный и не заводит нас в дебри. Он говорит только о том, что в России скоро возникнет новая раса людей и поведет вперед все человечество. В дебри, надеюсь, мы еще зайдем, когда будем к этому готовы. Вот этот фрагмент. Восьмое. Пророчество Генделя. Макс Гендель. 1865-1919. Американский эзотерик, астролог и ясновидящий. В своей книге «Космогоническая концепция Розенкрейцеров», издание 1911 года, он писал. «Со вступлением Солнца в знак Водолея русский народ и славянская раса в целом достигнут степени духовного развития, которая продвинет их много выше их нынешнего состояния. Именно и славян произойдет новый народ Земли. Человечество сформирует единое духовное братство. Славянская раса будет великой и радостной, ибо она рождается из глубокого горя и несказанных страданий, а закон компенсации приведет в свое время к противоположному результату. И вот снова американский ясновидящий. Зачем бы ему нужно было фантазировать о России? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин